Хе-хе-хе! Здорово, народ! Какие дела? С вами Сергей Хелье! Вы смотрите Hellplay! Мы продолжаем играть в невероятную игру Амнезия, которая просто... Просто бомбит мой пукан! Я у-у-у-у! Мир хотел сказать, но я просто упал. Я всегда падаю с больших высот. Как-то в детстве я упал и ударился головой, но... Вы и так это понимаете, учитывая, какую хуйню я порой несу. Нам надо опустить этот мост. Там я не знаю, зачем были нужны трубы. Наверное, зачем-то нужны. Я надеюсь, что в будущем мы поймём. Зачем они нужны? От Амнезии у меня уже реальные проблемы. Мне нужны таблетки, мне нужны успокоительные. И я думаю, что после Амнезии, когда я закончу... Ебать, блядь. Что когда я закончу играть Амнезию... Пройду её, надеюсь. Я надеюсь, что я её быстро пройду. Вы собираете воду из источника? Да. Благодаря этому я могу частично контролировать поток воды в коллекторе. К тому же, этой водой можно пользоваться для разных целей. Например, пить? И это тоже. Но в основном она нужна для механизмов. А, вроде и водяной мерзи. Да, именно. Ну вот. И я думаю, что когда я пройду Амнезию... А я очень надеюсь, что я пройду её как можно быстрее, потому что у меня уже нервы сдают. И... Блядь. Ну и в общем, ребят. Я, наверное, сделаю передышку с хоррор-играми. И мы перейдём на что-нибудь более весёлое и более... Какое-нибудь нейтральное. Как с какими-нибудь... Тоже пройдём много интересных игр. С классными сюжетами, но не хорроры. Потому что... Меня надо отдохнуть от хорроров, иначе у меня реально слетит крыша. Каждый раз, когда я возвращаюсь играть в Амнезию, я испытываю определенный дискомфорт и играю реально из-за вас. И я бы так нахуй на неё забил, отвечаю. Вот настолько она неприятна для меня. Я просто очень нервный и очень хорошо вживаюсь в атмосферу. Из-за этого я испытываю реальный... А! Блядь. Из-за этого я испытываю реально ебанутый страх. Перенаправить поток воды в коллекторе. 7 августа. 1839 год. Александр верит в то, что принято считать магией. Я даже не удивлен. Уже когда я ехал в Бренненбург, я предполагал, что придется столкнуться со сверхъестественным, чтобы спасти свою жизнь. Для меня все это странно. Но я стараюсь собраться с духом и не тратить время на сомнения. Александр разбудил меня рано утром и сказал, что пора приниматься за работу. Ему явно не терпелось взяться за дело. Мы спустились в подземелье, где Александр проводил ритуалы. Я с трудом в это верю, но Александр утверждает, что родился в эпоху Возрождения и застал самого да Винчи. Александр показал мне пару комнат, где занимается анатомией, алхимией и ботаникой. Но самое важное место в Бренненбурге – внутреннее святилище. Там мы попытаемся навсегда изгнать тень сферы. Ага, то есть мне надо до внутреннего святилища добраться. Где я какой-то ритуал буду, что ли, проводить? Или участвовать в нем? Ух, ёб твою мать! Есть клапаны для перенаправления воды из коллектора. Задуло все. Ясно. Окей. Пойдемте попутешествуем. Посмотрим, что за клапаны. Вода начала наполнять помещение. Ух ты! Я уже боюсь нам в воду ступать. Надеюсь, нет электричества. А у меня резиновая подошва, может быть. Блин, что-то у меня с рассудком по чуть-чуть. Вот это вот, блин, как это опустить? Какие-то штуки. Может быть, я там смогу залезть так? Давайте попробуем. Должен здесь же не так высоко. А что, я не могу залезть на это? Да ладно, вот это бред вообще. Ну хотя бы изобразили, что ли, повыше реально. А то реально какой-то бред. Вообще никак, да? Не допрыгивает. Ладно. Ну-ка. А! Нет. Ну, ладненько. Придется, видимо... Так. Где я еще не был? Не был. Не был, не был. Там я был. Вот там я не был. Видимо, сейчас мне надо будет проходить через пар. Аккуратно. А-а-а! Блять, сука. Ни хрена себе, как он у меня шандарахнуло. Окей. Так, а что это? Есть пометка-то? Чего, что это? Ну ладно. Это клапаны, видать, я. А может, другую сторону надо? Окей, пусть будет так. А! Ах, этот уебок идет! 8 августа, 1839 год. Я до сих пор не был уверен, что я на верном пути. Но теперь я знаю. Александр смог направить силу сферы в наши тела. Внутренний круг озарился синим светом, и я ощутил то же, что чувствовал в подземной гробнице. Я был в круговороте видений. Было страшно, но Александр держал себя в руках и использовал странные приборы, чтобы укротить бурю. Внезапно, в синем сиянии появились красные пятна. Со стен потекла пульсирующая живая масса. Александр быстро накрыл сферу, и жуть исчезла. Похоже, тень подобралась ближе, чем думал Александр. Он сказал, что завтра мы проведем ритуал ограждения, и что мне нужно подготовиться. Не знаю, чего он от меня ожидает, но у меня дурное предчувствие. Вот так вот. Интересно, что же он от тебя ожидал. Навряд ли что-то хорошее. Что-нибудь нехорошее. Это что? А, давай. Ой! И трубы перестали пары этот. Ну, как бы. Так. А-а-а! Я слышу! Бля. Так, я перенаправил воду в коллекторе. Да, это должно было это. Слить воду, что ли. Блин, почему он... Вот эту вот хрень надо опустить. Может быть, вот та штука, которую я крутил, которая еще ничего не издавала. Может, она и, собственно говоря, опускает его. Но я вроде вправо сделал. Может, вправо это поднять. Наоборот. Просто пометки не было. И что теперь, куда идти? Может быть, мы воду спустили? Пометок. Есть клапаны для перенаправления воды из коллектора. Почините механизм подъема восточного моста. И то есть, чтобы войти в коллектор, сначала следует... Ага. Капальки. У цистерны есть клапаны для перенаправления воды. Блядь. И вот... Я даже не знаю. Там мы вроде бы... Давайте выйдем, посмотрим. Может быть, там уже нет воды? Тут все так запутано, блядь. Еще эти нервы... С этими страхами-хуяхами всякими. Еще вот туда можно пройти. Вот это вот не работает. Она не опускает. Надо спуститься и посмотреть насчет... Воды. Может быть, все окей теперь? И мы можем наконец-то пройти? Отсюда мы пришли. Та дверь не поддается нам. Нет. Видимо, вот за той... Как ее? За тем мостом? Там, видимо, последний клапан, что ли? Или что-то такое? Но мост я почему-то не могу ничего с ним сделать. То есть, как бы и подняться не могу. Давайте вернемся и решим этот вопрос. Видимо, вот этот вот вентиль, который находился за паровыми... за паровым преграждением. Видимо, его надо в другую сторону было просто повернуть. Я-то его в правую завернул? Я просто не помню, был ли он в левую завернут или... Ну давайте попробуем его завернуть совсем в другую сторону. Сейчас тут зверь будет, ебаный этот, блядь. Просто странно. Это похоже... Ну как бы... Причем тут мост? Когда... А, это просто... Включает и выключает пар, все, что ли? Так, это все для чего нужен был этот механизм? Да ладно. Ну хорошо. Потому что, когда мы пришли, пар уже работал, а значит, он был завернут именно в эту сторону. Ну давай, залази, че ты? Да ладно. Вот я вся сусина вот над такой фигней. Ну блин, ну вроде бы же... Ну че за бред? Надо нет. Надо обязательно, блядь... Вот сюда. Это я прыгнул, да? По-другому никак. Еще не упади здесь, блядь, а то опять будешь забираться. Издевательство. Чистой воды. Странный звук. Сюда мы пройти не можем. Вообще звук такой, как будто мы... Кого-то топим. Как будто... Блядь, вот с тем мостом надо что-то сделать. Ой, мужики, блядь, я не знаю. Меня все... Так, камни, я не знаю. Давайте попробуем сбить, что ли. Понятия не имею. Я что-то опять не вижу просто-напросто. Бля, ну неужели так просто? Вот никогда об этом даже не думаешь. Типа, Сергей, может бросим просто камень в него? И мы собьем цепь мгновенно. Цепь сразу же рухнет. И все, Сергей, будь зашибись. Я такой сам себе как бы говорю. Да нет. Ну ты че, типа, Серега, дебил, блядь, такую хуйню нести? Как мы можем камнем, таким, причем броском не очень мощным, да? Расхерачить цепь. И как бы начинаешь, оказывается, нет. Вот все, вот так просто, блядь. Бейст. 9 августа, 1839 год. Сейчас раннее утро. Александр занят подготовкой ритуала. Он так старается, что у меня возникает вопрос. Зачем? Какая ему выгода? Наверное, ему интересно как ученому, но вряд ли он помогает мне просто так. Неужели он настолько глуп и хочет подчинить себе сферу? Когда вчера Александр наполнил внутренний круг синим светом, я понял, что мы коснулись лишь малой части того, на что способна сфера. Речь идет уже не просто об изгнании тени. Мы на пороге необыкновенного открытия. Вот так вот. Человек всегда тщеславен и хочет что-то сделать крутое, не зная зачем, и потом попадает в беду. Я так понимаю, это последнее. Ну а иначе... Вроде бы все, да, это третье. Третье и последнее. Что такое, блядь? Я хочу вот туда опять дотронуться той штуки. Он из воды выйти может? Нет. Все в соплях снова. Снова все в соплях. Голос умолк. Видимо, мы затопили уже. Бедного мужика мы кого-то утопили. Надеюсь, это был нехороший человек, потому что хороших... Хороших людей... Топить... Ну как бы плохо, да и незаконно. Так. Я вот не пойму, теперь там не пройти, что ли? Да-да-да-да-да, ты тут, я знаю. Ух ты. По соплям пройти можно, интересно? Можно. Можно. Ни хрена. Какие прочные сопли! У кого-то такой основательный насморк. Так, ладно. По крайней мере, вроде как теперь мы должны были откачать воду. В общем, мы что-то еще полезное сделали. Сколько загадок, сколько тут тоннелей. Я вот эти вот здания, эти ужасные. Прикиньте, реально вот такой замок, по нему ходить. Да, вот мы все убрали. И тут, кстати говоря, яд. Видимо, от этих грибов вот эта сырость. Подождите. Без вакцины идти смертельно опасно. Ой, бля. Найдите вакцину, чтобы защитить себя во время пути по коллектору. Так, понятно. Мы откачали воду, соответственно, вакцина, скорее всего, находится вот там вот. Вот видите, где мост? Вот туда ведет. Видимо, коллектор, это как бы следующее. Следующий этап, и потом будет пройти туда. Вот это надо починить. Главное, что мы откачали воду, это понятно. Теперь нам надо починить вот это говно. Чинится оно явно вот здесь. Мы там что-то упустили, из-за чего мы не починили. Мы сейчас попробуем все тщательно по пути пройти и не упустить ничего. Так. Целое поколение. Так, это металлический запасной стержень. А, ну... Это мы все сделали. Вот эти штуки, надо понять, куда их приспособить. Дверь закрывается. Так, трутница я и не брал. Не двигается, видимо, застряла. Потому что здесь все уже установлено верно. Мы механизм грузил и повесили, и все стало нормально. Здесь вроде, вот видите, все парит, жарит. Непонятно, куда что поставить. Вроде никуда ничего нельзя поставить. Тут все трубы целые. Не знаю, куда их присобачить. Вот еще, правда, трубы. Мы ничего с ними сделать не можем. Идемте в эту дверь. Тут тоже все застряло, потому что все стоит верно. Опять же, трубы все в порядке. Ничего не сделано. Ну, окей. Остается вот эта комната. Мы сюда проходим. Мы знаем, что здесь трубы все в порядке. Здесь трубы в абсолютной норме. Заходим сюда. Рукоять от механизма. Какого, блядь, механизма? Я не могу понять. Не двигается. Видимо, застряла. Но то, что мы здесь нашли, надо вспомнить мне, какие механизмы могли бы быть. Куда нужна рукоятка. Здесь все в порядке. Все как... Так хочется кинуть туда что-то, потому что такое ощущение, что там... Да нет, мы с трудом докидываем. Мы слабы. Ой, хорошо. Давай пойдем сюда. Может быть, тут трубы. Ну, вот тут труба, совершенно верно. И? Для чего же это нужно? Ну, застряла, потому что верно стоит, да. Рукоять. Какая-то она как... Для механизма именно. Вот механизм надо найти, куда мы можем присобачить эту рукоять. Но остается только одна дверь. И, видимо, вот туда надо что-то присобачить, потому что... Это единственная дверь, где ничего нет. Причем... Я не могу понять. Что? Стоп. Вот какие-то... Какие-то вот... Бля-а-а-а-а! Все, я понял. А-а-а-а! И невнимательность! Чертова невнимательность, бля-а-а! Вот так вот, ребята! Надо завершить механизм. Вот трубы вот сюда Итак, как они здесь делали? Вот эта штука прям посередине Нет, не так Да нет, не так Да Не так она стоит Это вот стоит Как-то Вот так Вот А, но она Я не пойму, почему она ставится именно так Она автоматом ставится Хорошо, пусть будет так Ладно, я не буду спорить С автоматической Расстановкой Труп Ну все, короче, мы сейчас починим Оттуда мы потом возьмем Оттуда мы потом возьмем эти Противоядие Вот с той хрени Наверняка там его найдем или смешаем Найдем рецепт, будем мешать В общем, будем шаманить Разными Способами Кстати, где-то здесь была еще труба А, вот она Вот труба Да, амнезия, конечно, блин Довольно специфическая игра Причем я бы не сказал, что она мне прям нравится А, она такая Она страшная и какая-то Ну не знаю Но я могу сказать, что она Притом, что она мне не очень может нравиться Да Я могу сказать, что это действительно шедевр Ну то есть Эта игра очень крутая То, что она мне не нравится Не отменяет этого факта Но у меня так о ней Амнезия Правильно ли я поставил Но они сами ставятся Я ничего не могу сделать Видите, я даже Ничего не могу сделать с этим То есть Даже когда я делаю вот так Она, видите, все равно А Так Так Все-таки здесь надо что-то решить Нет Да, блять, снимись Нет Нет, я хочу снять тебя Уйди Да, блять, уйди Вот Такое ощущение, что это не все трубы Теперь Складывается Вот это ж подсказка наверняка Вот это так тут стоит А это вообще вот так с разворотом У нас таких трупов нет У нас только вот такие Значит, надо как-то Это можно открыть? Я уже не помню Нет Значит, надо как-то Не по примеру этого, что ли, действовать Я не знаю Тут много дыр в стене Вот это стоит Вот это вот так вот стоит Если прям Как ей делать То вот это надо ставить Вот сюда Самое интересное, что я не могу Тут всего три элемента Как поставить их можно Вот эту вот трубу Хорошо Только тут какая-то Другая вроде бы, да, труба Какая-то вот больше Вот на такую похожа Видите, они различаются Это мы назовем жирная Это худая Вот у нас две жирные Одна худая А здесь все худые Блять Тесно, есть различия в этом Понятия не имею, но Давайте снимем это И вот это точно можно как-то Вот так еще Нет Что-то Наискось, например, она не хочет ставиться Просто мне кажется, что если Ее можно вот так На перекрестье поставить Вот этой трубе Нельзя Почему теперь нельзя А, вот это, наверное, можно Вот Ну ни хера себе Так, что-то заработало Наконец-то, блять Как-то совсем не похоже На ту схему Ну, видимо, тут надо было просто потыкаться Или, может, где-то была инструкция И я ее упустил Ну, хорошо Нам Я так понимаю Выходить надо А А А А А Колесо сломано И восстановить Невозможно А Я Не знаю Тогда, может быть, наконец-то нам это пригодится А Ну, наконец-то Теперь хузей применения нашлось Хорошо Хорошо Я так понимаю, что Ой, блять Задел микрофон Ебучий Извините Надо его поставить Обратно, блять Он мешается Сука Не скатывайся Ладно Придется доиграть Так Проход к цистерне Фух Давайте Опустим Тогда Так Ну, что ж Ну, вот Пойдемте за противоядием Боюсь, обзакладану там Да ладно Сука Ты что, смеешься надо мной? Бля Мост застрял И без толчка Не сдвинется Да иди ты на Нахуй Со своим, блять Толчком Неужели обратно? Может быть Ну? Без толчка Не сдвинется Блять Может быть Надо стукнуть Чем-то Я не знаю Ой И в чем заключается Этот толчок Самый Ну, пойдемте обратно Не знаю Что вдруг там понадобилось За толчок делать Странно, что нас возвращают Потому что Там точно ничего не толкнуть Вот там Вот там Где мы Эту делали Как ее Воду спускали Нельзя 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 Бля Только не говорите, что там тоже надо Камень снова кинуть По этой По цепи И Что типа Все в порядке будет После этого Не двигается Не двигается Не двигается Хорошо Давай сюда Что тебе за толчок Надо устроить? Я тебе устрою И сортир И толчок Что хочешь Только давайте найдем Это говно Для меня это на самом деле Немного нудно Ребят Вот все такие вещи Они меня начинают Усыплять В этой игре Да блядь Ебаный сортир Все из-за тебя Толчок ему заходил Без толчка Не сдвинется Типа Блин Обосрался Походу Эту теперь Не снять Никак Это ничего не сделать Я не знаю Блядь Чего намутить То такого Может быть Как-то Чтобы застряло Там Нет Ох Так Ладно Давай попробуем Камень использовать Чтобы он там Застрял Потом он его Раздробит И может быть Из-за этого Будет толчок Нет Давай Охрененный же план Здесь камень Решает многие Проблемы Я это уже понял Почему ты не хочешь Сейчас решить Ребят Понятия не имею Что нужно сделать Причем с собой Ничего вынести Нельзя отсюда По-моему Ну вот сейчас Явный стул Со мной не выйдет Ну Блядь Без толчка Ну вот там камни есть Я не знаю Но камни Я смогу Да допульнуть Камень Не имею Никакого Понятия Да и Да и Навряд ли Камень Это было Глупо Надеяться На это Давайте Попробуем Так Камень Я забросил Ну если И сейчас Камень Поможет Я буду В шоке Блядь Ну вы Блядь Шутите Нахуй Это Пиздец Камень Такой Легкий Камень Ребят Я просто Блин Я как бы Сравниваю Габариты Камня Да Вот вижу Цепи Вижу Вот этот Мост Большой И у меня Мозг Даже не думает О том Что это Возможно Ну потому Что физически Это выглядит Невозможным Короче И тут Блядь Камень Это Камень Он решает Все проблемы Это Если какие-то Проблемы Возьми Камень И их Не будет Полный Пиздец Блядь Видишь Даниэль Она Уступила Кто День Правда На какое-то время Пойдем Давай уберем это И немного отдохнем Хорошо Куда Вниз по коридору В морг Там Что Есть Другие Трупы Ты Отлично Справился Даниэль Нам пора Пойдем Вот так Вот Эти ритуалы Жертвоприношениями Ладно Ребята Давайте Остановимся Вот здесь Долго Я решаю Это говно Но Блин Потому что Просто Я говорю Логически Вот кто Не играл В амнезию Ребят Ну реально Вы Кто играл Конечно Может долго Распинаться Что Блядь Это понятно Как ясен Хуй Но Реально Вот если Кто не играл В амнезию Ну логически Согласитесь Что логически И Физически Это выглядело Очень глупо Что мы берем Маленький камень Он реально маленький Он небольшой Я понимаю Если бы мы Какой-нибудь булыжник Смогли поднять Ну блин Обычный камень Кидаем его И прям Бабах Прям Такая огромная Махина Именно Такого маленького Толчка Не хватало А когда он Опускался Например И дернулся Такого толчка Аж от его веса Ему было Недостаточно Чтоб резко Сорваться И полететь Вниз Ну пиздец Как бы Окей В будущем Я учту И говорю Что камень Решает все проблемы И в игре Амнезия Те кто будут играть Запомните это Спасибо за ваши лайки И комментарии Ребята Вступайте в группу Вконтакте Вступайте в группу Стима Добавляйте меня Друзьяшки Вконтакте С вами был Сергей Хилье Удачи вам Счастья и здоровья Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Добавляйте меня